Девушки отдыхают Вот мы с вами и приблизились К завершающей лекции По старшим арканам И сегодня у нас будет медитация Которая фактически нас Должна погрузить В канал ТОТА ТОРО ТОРО Это уже будет после лекции Но При этом Это мои любимейшие Любимейшие арканы Особенно ИОН Сейчас будет дифирам ИОНУ Во-первых, потому что Как вы знаете Это в прежних колодах Был суд Или страшный суд Относился он к апокалипсису То есть к концу света И трактовался Самыми разными и неожиданными Способами Ну, например Что такое конец света Это в нашем таком Обыденном вопросе Ну, в обыденных вопросах Ну, некое подытоживание Какого-то периода Каждому воздастся По делам его И так далее То есть такие Как бы От самых Действительно Возвышенных Апокалиптических Тем До Таких Достаточно Бытовых Приземленных И только Кроули Я вот до сего Обычно я начинаю Как говорится С паспортных данных Аркана А тут не могу сказать Не могу не начать С все-таки Темы Наверное Самой главной Темы того Как был переосмыслен Страшный суд В колоде Таро Тота Потому что Это главное По большому счету Я часто так говорю Конечно Но На самом деле Это главная Карта В которой Кроули Квинтэссенцию Своей колоды Выразил Если Есть другие Колоды Вернее Карты О которых я так Говорила То там Он выражал Какие-то Отдельные Идеи Своей колоды И своего Мировоззрения Своей философии Философии Телемы То здесь Он выразил Наверное Квинтэссенцию Самой колоды Представьте себе Что На самом деле Апокалипсис То бишь То К чему Был посвящен Страшный суд Уже произошел Все Зэцит Дело сделано И произошло это Не когда-нибудь А еще До нас с вами Ну правда Если кто-то Из вас Калиостро То можете Тихо сидеть И не выдавать себя Я имею ввиду Если кто-то из вас Уже жил В то время В 1904 году Вот Можно мне Потом на ушко Только сказать То есть Сможете Не афишировать себя Вот Когда Кроули Кроули Говорил о том Что Реально Конец света Уже наступил Он подразумевал Конец иона И в принципе Он был прав Что мы можем подразумевать Под концом света В разных ситуациях Ну Не знаю То что Солнце Расширится На каком-то этапе Будет умирать И В каком-то смысле В какой-то момент Дойдет до земли Да Это через пару миллиардов Ну Несколько миллиардов лет Я запамятовала Сколько Будет Безусловно Надеюсь Что Мы тогда Уже как-то Уберемся С земли И переместимся В иные звездные материи Что еще Что люди Уничтожат Себеподобных И так далее Что Какой-нибудь Бог Какой-нибудь Война в кавычки Решит покарать Человечество Или Скажет Ребят Что-то мне поднадоела Вообще-то история Вот Это Какая-то Сложная Какая-то Самая Наверное Спорная Конфигурация Кроули Под концом света Имела ввиду Смену Эонов В данном случае Речь шла о смене Эона Осириса Бога Умирающего И воскресающего На Смену На Эон Гора Бога Ребенка Коронованного И побеждающего Ребенка И он здесь Фактически Запечатлел Всех персонажей Стелла Откровения Вот Стелла Откровения Представляете В какой я Затруднительной Ситуации Мне Мне завелели Ни в коем случае Не перейти за час А я должна Быстренько Рассказать Про всю Телему И вообще За один За это время Ну ладно Хорошо И она Начала Скороговорка В 1904 году Алистер Кроули Вместе со своей Молодой женой Которую звали Отнюдь не Фрида Харрис Как вы могли бы подумать А звали ее Роза Келли Вот Приехали в Каир На свой Медовый месяц По странному Совпадению Случайностей В это время Роза Келли Была уже Глубоко беременна Значит Хотя это был И Медовый месяц Но так получилось Как говорится По большому счету Посчитали Ну да Примерно они 12 августа Мы празднуем Так сказать Бракосочетание Его И соответственно Дело было в апреле Да уже Она уже действительно Была глубоко беременна Но тем не менее Это считается Медовым месяцем Такое Немножко Затероснувшееся Но я всем Желаю Такого Длительного Медового месяца Потому что Все это время Они путешествовали Вот И в это время Сначала Он Показывал ей Разные Пытался показать Ей разные Вещи Которые Она не могла Увидеть Например Он ее Сводил В Пирамиду В Камеру Вот сейчас Не спрашивайте Меня только В какую точно Пирамиду Это же запамят Вот Где Собственно говоря Показал ей Ритуал Сильфов Духов воздуха Явление Да Она никаких Сильфов не увидела Но по итогу Ритуала Стала говорить Они тебя ждут Кто такие Они Он понятия не имел Он сказал Она сказала Это боги Египта Это бог Гор Она не была Слишком Человеком Начитанным В египетской Мифологии Поэтому Кроволи Кроволи Несколько Опишел Как так Какой бог Город Куда он взялся И так далее И на следующий день Поволок ее Это был март Да не апрель Еще Это был март Примерно В районе 20-го Числа То есть В районе Равноденствия Весеннего Поволок ее В Булатский музей Булатский музей Это Надо заметить Прообраз Современного Каирского музея В котором Те кто Наверное В Каире Обязательно Были Бывали Тогда он был На задворках Каира В пригороде Который Назовался Булак И в общем-то Был довольно Как Кроволи Потом написал Точнее Как ему явилось Дурно устроен То бишь На самом деле Если вы посмотрите Какие-нибудь Фильмы Про Тогдашний Этот музей Как он был Действительно Устроен То там были Вот все Что люди накопали Вот так было И свалено В общем-то Отличное Место И время Для любых Грабителей Супер Потому что Но тем не менее Они там Бродили Бродили Шли Шли Он говорил Бог гор А где вот Он натыкался На разные Эти самые Изображения Бога гора Она говорила Нет это не он Это не он Это не он И вот наконец Они наткнулись На эту стелу Здесь изображен Бог гор Или же Ра Да там Ра Гор Ипостась Ра На самом деле Она сказала Вот он Это погребальная стела Жреца Анханнаханцу Который Относится К последней Ну к 20-й династии Это одна из позднейших Династий До эллинистического Периода Позднейший В смысле К нам ближе Вот И вот смотрите Как интересно Ну вот это все Кроули потом Переписал В неком Таком Красивом Ключе Это отдельная история Но он понял Кто такой гор И смотрите Это же погребальная стела Жреца Анханнаханцу Вот этот жрец Заметьте Кстати Такая заманная история Что жрец и бог Одного роста Практически Правда бог сидит А жрец стоит Но тем не менее Это просто то Как вообще Древние египтяне Понимали своих богов Они их не понимали Что бог Это бог А я вот Жалко Они вполне так Мило Я бы сказала На тет-а-тет На беседах Я это Не могу без этого К сожалению Это такая Как бы вещь Которую Без которой Вы чисто Теоретически Можете обойтись Но если вы хотите Понять карту И он То не можете Обойтись Вот И Соответственно После Через несколько дней После этого Он Если честно Охренел Кромле Потому что Да Таки да Она нашла Этого Она показала А еще он Больше всего Охренел От того Что он То себя Все время Еще ассоциировал Была у него Такая детская Фишка Идиотская Что он считал Себя Зверем 666 Вот Изначально Считается Что мама Сказала Да ты вообще Зверь апокалипсиса Когда Очевидно Он Какой-нибудь Банку с вареньем Очередную Может быть Опрокинул А он подумал А интересно Учитывая то Что он вырос В Гружу Я не понимаю Ничего страшного Вот То что он вырос В секте Плимутских братьев То есть Это радикальная Достаточно Христианская Секта Никаких книг Кроме Библии У него Не было Вообще В семье И Кстати Это довольно Любопытно Потому что Зато Библию Он знал на зубок Просто лучше Чем Он Наверное Библию Никто Ну не то что Из нас А вообще Может быть Никто Из современных Иерархов Церкви Не знает То есть Он знал Ее очень хорошо Поэтому Не зря Он это сделал Ну 666 Вы кроме этого Знаете Что это еще И квадрат Солнца Магический Да И еще Дух Сарат То есть Его гематрия Это солнечный дух Вот И вдруг У этой Стеллы Оказался Номер 666 Тут Кроули Конечно Поверил Своей Жене Как он Все время Не устает Подчеркивать Это кстати Не делает Ему Никакого Я бы сказала Плезира И вообще Не хорошо О нем говорить Но тем не менее Я тоже не могу Из песни слова Выкидывать Все время Говорят Что она была Невежественна Что и т.д. Что не знала Она об этом Но она знала Наверняка Он ей уже То что я думаю Что он ей уже Как говорится Мозги просверлил Эти 666 Цифры Я думаю Что уже было дело Хотя они всего Несколько месяцев Общались Но это ладно Это я так думаю А может и нет Может он с ней Это не обсуждал Но в этот момент Он подумал Да Это похуже Прошло несколько недель Считается С 20 марта По 7 апреля 7-8 Он стал Взывать гору Богу гору Кстати говоря У нас с вами Я сейчас обращаюсь Простите Не ко всем А только К тем еще Кто ходит На внутреннюю группу У нас будет Ритуал гора Будет Короче Весной Как и положено 7-8-10 9-го 8-9-10 Апреля Ему была явлена Книга закона Как она была явлена Он сказал так Он написывает это так Что Некий Чел Некая сущность По имени Айваз Была за его левым плечом Возникала Была похожа на царя Темного ликом В восточных одеждах И диктовала ему С полудня до часу дня Каждые 3 дня По одной главе Книги закона И соответственно Так появился Некозак И с этого момента Как говорит Кроули Жизнь переменилась А вот теперь Смотрите Это мифологема Ну современная мифологема Сейчас мы это называем Ченнелинг Те дела Я вообще не призываю вас Верить Да Подлинно в то Что говорил Кроули А давайте-ка посмотрим На это с другой стороны 1904 год Что у нас происходит В мире Я лично считаю Что Новый Ион В это время Действительно наступил Только он наступил Не в 1904 году С 8 по 10 апреля Он наступал последовательно Это я уже Это мои дом Мои Как это инсайты С 1875 Примерно По 1925 Или даже 1935 Что произошло в это время В 1875 году Родился Кроули В 1875 году Было создано Теософское общество Елены Блаватской В 1888 году Был создан Орден Золотой Зари В это же время Начали зарождаться Абсолютно новые учения Абсолютно новые идеи Которые в общем-то Создали весь 20 И продолжают Создавать 21 век Уже ближе К идее Кибернетики Идею Отто Только не Орде Темпли Ориенти С ордена Который возглавлял Кроули До самой своей смерти В 1947 году А общей теории Относительности И многие Многие другие вещи Абсолютно новая Реальность Новая с точки зрения Секуляризации Знаете, что такое Секуляризация? Я вам скажу А я-то изучала Между прочим Научный атеизм Я просто самая старая Из присутствующих Здесь дам Поэтому я знаю Так вот Секуляризация Друзья мои Это то Когда государство Перестало Контролировать И собственно говоря Стало разрываться С церковью То есть Перестала происходить Вот эта вот Сцепка Церковь Государство Я ничего не буду Комментировать Знаете, как это Поручик молчает Про некоторые Отдельные нюансы И детали Но тем не менее Мы с вами понимаем Что мы сейчас С вами все равно Живем в более Свободном обществе Вас же не заставляют Ходить к обедни По воскресеньям И даже более того У вас никто не осудит И даже Мария Ивановна Со следственной площадки Не скажет вам Что вы должны были Чего же вы не сходили А что-то я вас там Не видела Матушка И соответственно Вы уже сейчас Этого нет Даже в Италии Даже в самых Перестала Зависимость Человека От государства Она стала Гораздо меньше В это же время Потому что Ну скажем так Помните Сколько Служил солдат В 19 веке 20 лет Все-таки Не так Ну не настолько Теперь Все плохо Но не настолько Женщины Девочки Мы с вами В это же время Получили Так или иначе Избирательные права Права Наследования Кстати говоря Я эту тему Безумно люблю Главное Себя остановить вовремя Вообще говоря Женщины В Именно Орденах Вот В таких Магических Они первыми Гораздо стали Равноправными Потому что Мы помним С вами все Промасонства Куда нас вообще Не пускали Да Окей Не пускали И не надо Нам в общем-то Там и сейчас Не очень интересно А зато Любые Нормальные Абсолютно Ордена Орден Золотой Зари Теософское общество Вообще создало Женщины И все мы знаем Сколько там было Выдающихся женщин А Орден Золотой Зари Это книжка Целая есть О выдающихся Женщинах Золотой Зари От Мойны Мазерс Супруги Мазерса Мотгон Флоренс Фар Ну то есть Это Орден был создан Во внукам Женщинами Наш Орден Которым Я имею честь Состоять Орда Темпли Ориентис Который возглавлял Кроули до своей смерти Он точно так же Создается и мужчинами И женщинами То есть Это абсолютно Равные права И равные условия Все То есть Гораздо раньше Чем женщины В той же Англии А это Англия Английская традиция Получили Права Наследования И права избирательные То есть Вообще Как говорится Началась совершенно Другая эпоха Новая совершенно Литература Помните Сколько Новая Новая музыка Новая философия Ну вообще Все началось новое Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры